Девушки отдыхают 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 Ладно, забирайся. Только быстро! Тебе не влетит от твоего, если он узнает, что мы в его квартире хозяйничали? Мои обязанности входят следить за квартирой, в отсутствии клиента. Да. Да. Ну, отчего ты выскочила, а? Могла спокойно еще часа по три поспать. Тихомиров, тебе никто не говорил, каким ты в старости будешь? Каким? Ты будешь вредным, жутко занудным стариканом вроде твоего Хамзы. Ты меня недооцениваешь. Витя, ты дома? Витя, ты дома? Алло, Витя, ты где? Дорогая, я в офисе. В офисе? Да, мне срочно пришлось уехать. Не хотел тебя будить, зайчонок. Зачем ты меня обманываешь? Я обманываю? Ларис, ложись спать, потом поговорим. Мы посмотрели отчеты по контрактам. Прибыль у фирмы Славика была чисто символическая. Как и предполагалось, мыльный пузырь. Красивая обертка, внутри пшик. Я что-то не пойму. А откуда у него деньги, если фирма едва сводила концы с концами? В том-то и дело. В течение нескольких лет он откуда-то получал серьезные суммы денег. И каждый год эти суммы увеличивались. Как бизнес? Вашими молитвами. Откуда поступали деньги? Пока непонятно. Мы проследили цепочку и уперлись в счет в немецком банке. А установить платильщика можно как-нибудь? Вот если бы покопаться не в виртуальном офисе, а залезть в рабочий комп Славика? Пустой номер. Дом сейчас усиленно охраняется. Вся территория напичкана камерами слежения и специальным оборудованием. Славик сам разрабатывал систему. Он что, так и сказал, что он сам ее разработал? Да, а что? Да это мы с Димой тогда занимались разработкой охранных систем. А делом Славика было только их продавать. Если вы возьмете на себя людей, то я мог бы попробовать договориться с техникой. КОНЕЦ Лариса, что ты наделала? Две подвижные камеры по краям ворот, перекрывают дорогу. Также стационарные по всей территории. А вдоль забора есть мертвая зона? Нет, инфракрасные датчики плюс датчики движения везде. А, такая конфигурация у нас в прайсе называлась. Форт Нокс. Изображение выводится в будку охранников и на мониторы в доме. Дублирование системы я сам придумал. Так, значит, видеокабель ведет к будке. Осталось только подключиться. А сколько человек в будке? Один, остальные в доме. Очень хорошо. Ты куда? Ты кто? Привет. Ты кто еще? Да так, так скучно. Машина сломалась. А я шла, шла. Ну что? Приглашай девушку в гости. Ну, заходи. Чего стоите? Давайте быстрее. Он живой, а? Через пару часов оклемается. Справишься? Сейчас, сейчас. Я эту программу разработал, я ее и сломаю. Быстрее, у нас мало времени. Так. Сейчас, сейчас. Что? Ничего. Покушай. Записываем пять секунд изображения. Вот. И закольцовываем. Все? Готово. Вокруг дома теперь. Можно хоть на тракт есть. Молодец, собирайся. А, на монитор отчисто. Идем, идем. Здрасте. Спасибо. Идем. А, на монитор отчисто. Идем. А что, прикольно, да? Тс-с-с. Здрасте. Ты кто? Ку-ку. Кто? Прикольно. Это здесь его? Да, давай, давай, у нас мало времени. Приступай. Да что за черт, а? Что такое? Не включается. Ничего не понимаю, ну как лузер, а? Так, если... Нет. А, это я. В общем, это я. Интересно. Сейчас, сейчас. Процесс пошел. Взял. Что значит все? Извините, я запустил передачу файлов, наношусь, но пусть Валера разбирается. А? А, чайник без руки. Фух. Опа! Ну наконец-то. Славик! Виктор! Зачем? Зачем ты это сделал? Ради денег? Тебе что, мало? Сколько еще нужно? Заводов, банков, фирм! Дура! Дура! Ты ничего не понимаешь! Скажи, тебе было плохо со мной? Просто скажи, плохо! Ты чудовища! Как ты мог? Да для кого я здесь пашу круглые сутки? Для нас с тобой! Зачем ты сюда сунулась? Ты же, ты же все испортила! Говорил мне папа, не надо с тобой связываться! Я тебя ненавижу! Слышишь? Слышишь? Ненавижу! Пусти меня! Виктор Владимирович! Запри! Что? Запри! Пойдемте! Теперь уже все равно! Теперь терять нечего! Я вошел, было темно! Я увидел Романа с пистолетом! Подожди, так ведь темно же было! Света с улицы было достаточно, он стоял около окна! Я присел, трижды в него выстрелил, зажегся свет! Я встал, споткнулся в шнур... Романа уже не было в комнате! Мистика какая-то! Куда же он делся? Он же не мог в окно выпрыгнуть? Не мог! Там на улице было много людей! Очень интересно! Что? Говорите, свет зажегся и ваш Роман пропал! А стоял он возле окна! А? Ну? Около двери должен быть такой маленький глазок! Это камера проектора! Вообще-то их нужно три штуки! Зачем? Погасите свет! Погасите, погасите! Сейчас покажу! Все дело в дыме! Смотрите! Пост номер один! Погасите! Пост номер один! Ответьте! Повторяю! Пост номер один! Немедленно выйдите на связь! Почему вы молчите? Приём! М-м-м, прием! Три проектора давали псевдообъемное изображение фигуры. А роль экрана выполняла облако дыма. Подождите, а как же запись с камер слежения? Что? Ничего. Тоже не загадка, свинца. Не понимаю. Смотрите! Что мы видим? Славик? Падает. Ну? Сейчас. А теперь смотрим другую запись. Толя стреляет. А что будет, если эти два фрагмента показать одновременно, а? Я врываюсь, стреляю в Славика, он падает. Все просто. Пост номер один. Что у вас случилось? Ответьте. Прием. Сейчас же доложите о ситуации. Прием. Пост номер один. Выйдите на связь. Коля, ты слышишь меня? Нападение. Нападение. На объект. Лёна. Да, слушаю. Ты где? На базу еду. В дом Островского кто-то забрался. Толя. Это он. Точно говорю, Тихомиров. Твое мнение меня не интересует. Поезжай и проверь. Еще раз обмажаешься, я с тебя шкуру спущу. Все. Пора. Пора ехать. Димыч, ты долго? Сейчас, сейчас. Еще чуть-чуть. Давай заканчивай. Здесь что-то интересное. У меня голова кругом идет. Ты не одинока. У меня уже который день голова кругом идет. А эксперты докажут фальсификацию записи с камер? Если мы успеем об этом рассказать. У нас гость. Черт. Все, собираемся и быстро уходим. Дима. Сейчас, сейчас. Не сейчас, сейчас. А пошли, пошли, пошли. Я нашел. Я нашел файл с плана дома. Этот ход ведет прямо в гараж. Прикольно. Пошли. Дима. Бегу, бегу. Только бы они нас не догадались. Не переживай. Они здесь появятся и скоро. Атас, здесь снайперы. Разбежались по деревьям. Окружаем дом. В доме снайперы. Не знаю сколько. Что за… Вперед, к дому! К дому, вперед! Папушка. Двое обходят по периметру. Остальные со мной! Папушка. Двое обходят по периметру. Астальные со мной! Сторожат, твою мать! Фум! Сколько их? Трое. Два мужика и баба. Двое наверх, ты во двор. Э, мужики, меня-то развяжите! Пу! Страшно? Пойдешь первым, Сусанин. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не понял? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мать твою! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сизый, смотри! Они ушли через черный ход! Бегом за ними! Бегом! Бегом все во двор! Бегом! Они уходят, мать вашу! Стреляй по машинам! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нет никого сзади. Ты знаешь, меня это почему-то не огорчает. А клевая шутка с лазерами. Кому расскажу, не поверят. Поэтому и не надо никому рассказывать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Посмотри, там под подлокотником. Вау! Супер! Скоростной интернет! Обалдеть! Пользуйся, хакер. Узнай, что там у Валера. Сейчас. Все в порядке. Изучает полученные данные. Скоро мы все узнаем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, это потом. А это что? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О, Боже! Если я не ошибаюсь, это запись убийства Сергея Ильича Островского. Отца Славика и Ларисы. А? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Действительно, очень интересный кадр. А ну-ка, скопируйте-ка мне его. Пожалуйста. Пусть пусты. Давай быстрее, чувуйся, как беременные тараканы. Которого можем ехать? Загружайся. Так все не войдем. А я всех и не беру. Да, только что поставили колеса. А как я их догоню, они, наверное, уже в городе. Понятно. Куда мы? На Кудыкину гору. К шефу на клизму. Давай, бегом в машину! Бегом! Живей! А я как? Сказать как или уже понял. Козел. Козел, говоришь? Дима передал файлы из домашнего компьютера, и я нашел, откуда происходило ежемесячное финансирование с Лалика. Ну и откуда? Из России, но через немецкие корреспондентские счета. Да, я сейчас как раз уточняю от правителя. Так, а это что? Тихомиров, слушай меня внимательно. На клиента сегодня будет совершено покушение. Не упускать его из виду ни на секунду. По-моему, это ваш голос. Ну да, мой. Только я этого не говорил. Я этого не говорил. Да и потом я Толю по фамилии много лет только в шутку называю, а это серьезный разговор. Ну, всю фразу не говорили, а по частям наверняка, а? Склеили из разных фраз? Угу. Так-так-так, эй, а это что? Это мы не заказывали. Что случилось? Кто-то вошел в сеть под парольным логином Славика. Черт. И уничтожает файлы. Откуда вошли? Можно установить? Да, можно. Ты можешь проверить? Там Валера что-нибудь выяснил? Легко. Динамики тут дрянь, но услышим. Ага, Валера на связи. Мы уже подъезжаем. Как у тебя дела? Валера сейчас очень занят. Кто это? Не переживай, это свои. Здравствуй, Роман Саныч. Как там у вас? Здравствуй, Толя. Тут кто-то орудует в сети под видом Славика. Валера сейчас выясняет, откуда вышли на связь. И что? Выяснил? Выяснил, выяснил, Толя. Но соваться тебе туда опасно. Ты и так достаточно поработал. А остальным пусть милицией занимается. Роман Александрович, это дело меня касается больше остальных. Я в него влез, мне его и распутывать. Я знал, что тебя не переубедить. Вот откуда сигнал. Валера передал. Это какой-то заброшенный завод. Очень интересно. Тихомиров, ты что задумал? По католкам не знаю. На месте разберусь. Извини, но твои приколы на сегодня закончились. Метро уже открыто, а ты дома доберешься. Да ладно вам, я же помогал. За это тебе отдельное спасибо. Но дальше мы сами. Дим, пойми, это для твоей же безопасности. Ну все, Дим, давай, он прав. Не тяни время. Пока. Может, назад пересядешь? Пока доедем, полежишь, отдохнешь немножко. Нет, Тихомиров, знаю твои штучки. Я сейчас выйду из машины, а ты по газам убыл и таков. Езжай давай. Обидное недоверие. Да знаю я, знаю я, который час. Только ты, Олег Иванович, все равно вставай и орлов своих на крыло ставь. Ну? Я тебе такой материал дам, что ты не только звездочку на погоны, но и кресло повыше и помягче, чем сейчас получишь. Ты серьезно? А я с тобой когда-нибудь шутил? Добро. Вот то-то же. До встречи. Да, дела. Приехали. Вроде никого. Дальше пешком. Стой. Это машина Ларисы Есенчевой. Давай так. Идем, идем. Давай разъедемся. Я по верху пойду. Ты по нижней пройди. Давай. Встретимся внутри. Давай. Я тебя прошу. Будьте осторожны. И что мне сейчас с вами делать? Убить. Подвигаться. Славик. Я ее убью. Брось пистолет. Я ее убью. Брось пистолет. Вставайте. Вставайте скорее. Уходу. Шевелись. Скорее. Ага. Он здесь быстрее. Черт. Да, мы подъехали. Точно, считай, мы его нашли. Ты за мной. Вы двое на лестницу. Бегом. Вниз по лестнице. Быстро. Лариса, что с вами? Логу подвернула. Бегите. Он может очнится. Бегите. Берегите его. Да куда он денется? Я алиби его. Шагай давай. Идите. Спрячьтесь. Скоро подоспеет помощь. А где же ты, родная? Я знаю, ты здесь. Ну, здорово же, а? Нет, ну скажи. Ну, здорово же, да, придумал? Класс. Ну, скажи, класс. Да иди ты! Да иди ты! Так, приходи. Надо передохнуть. Пуле моей достал, когда мы по маникенам стреляли. Да. Из мешков выковыривал. А звонок от Хамзы? Да все просто. Это детские штучки. Ну, берешь два разговора, делаешь из них один. Да все. Убери руку! Из кабинета ты по секретному ходу выбрался. Молодец. Молодец. Догадался. А на другом конце тебя уже ждали люди Сенчина. А вот здесь осечка вышла, понимаешь? Перехватил меня, дядюк. Перехватил. Чей труп ты оставил в кабинете-то? Да я откуда знаю. Чей, чей привезли, тот и подложили. Помощник профессора постарался. Слушай, ты прям, ты прям бульдозер какой-то. Молодец, все роль журоешь. Перекройте все выходы! Ищите их! Ищите! Давай, давай! Они не могли далеко уйти! Черт! Знаешь, какой вопрос меня интересует больше всего? Какой? Почему тебя Сенчин сразу же не пристрелил? Нифига ты не догадался! Сенчин не мог меня прикончить, потому что прикончив меня, он поставил бы крест на своей жизни. У меня Сенчин вот где был! Подожди, подожди, Толя! Толя, послушай, Толя! Большая сумма уже лежит на твоем банковском счете. Я тебе даю столько же. Ты меня сейчас отсюда выводишь, а потом отпускаешь. Договорились? Не получится. Хорошо, Толя, назови свою цену. Сколько? Толь, ты дур... ты идиот или прикидываешь? Это огромные деньги! Толь, ну что ты, дурачок? Ну послушай! Заткнись ты! Заткнись ты! Ты здесь! Я знаю, что ты здесь! Печенкой чую! Тихомиров! Пистолетик брось. Чего вцепился-то? Очень хорошо. Выстрелить хочешь? Давай. Знаешь, сколько народ прибежит? Ну, тебе-то с дыркой в башке от этого легче не станет. Тебе тоже ты проиграешь. А ты не любишь проиграть, Тихомиров. Да, Тихомиров? Ты же у нас супермен. Звезда охранного бизнеса. А что, Тихомиров, может быть, по-мужски? Попробуем, слабо? Попробуем, слабо, Тихомиров. Ну, давай. Хорошо получилось. Да. А то вам мальчишкам лишь бы подраться. Пошли. Господа бандиты, вы хотите с поднятыми руками? Предупреждаю, что при попытке сопротивления будет применено оружием. Кавалерия, как всегда. Вовремя. Мой тебе совет. Бросай ты это дело. Я уже два года не курю и чувствую себя великолепно. Да ладно. Ты леденцы не пробовал никогда? М-м-м. Очень помогает. Стоять! Стоять, Казах! Руки за голову! Не дергаться! Пусть не ругаться! Свидимся, Тихомиров. Садись давай. Ну ты хоть понимаешь, от каких ты денег отказался? Чё думаешь, меня посадят, да? А я никого не убивал. Зато в твоем компьютере обнаружили очень много любопытного. Как? Подожди. Подожди, стоп, стоп. Тихо должен был полностью стереться. Извини, я ногой за шнур зацепился и обесточил его. Да ты бык неуклюжий! Ты что? Нет, ты думаешь, меня посадят, да? Там кроме налогов никакого криминала нет. Меня через полчаса отпустил. Понятно? Олег Иванович, ну наконец-то! Этот ваш маньяк тут столько народу перебил. Здрасте. Гражданин Сенчин, вы арестованы по обвинению в убийстве Островского Сергея Ильича. Что за бред? Олег Иванович, я требую адвоката. Вы слышите? Адвоката? Пожалуйста. Сержант. Что происходит? Проводите гражданина. Олегович, я думаю, что он уже вряд ли найдет адвоката, который поможет ему отмазаться от обвинения в убийстве Островского, да? Какого Островского? Ну, отца Ларисы Иславикой. Вот этого я не знал. А все зафиксировано в веб-камерой Иславиковой. Отойдем на секунду. У меня такое ощущение, что ты мне кое-что должен. Да? Убестоверение. Пистолет. Мобильный. Да. От капусты я его еле очистил. Лариса. Лариса. Прости. Все из-за него. Сволочь! Сволочь! Ты мне всю жизнь испоганил! Толя! Я пошел-то! Толь! Толь! Веб-камеры тогда были в диковинку, но отец Славика раздобыл игрушку для сына. И тот установил ее в квартире. И случайно заснял, как Сенчин убивает своего партнера. Да, избавившись от Островского, Сенчин стал единоличным владельцем бизнеса. Лариса ему нравилась. Через полгода убийца женился, но дочерь жертва. Прямо как у Шекспира. Почему Славик, зная, кто убил его отца, не пошел на милицию? Ну, а что бы ему это дало? Ну, арестовали бы Сенчин. Закрылся бы бизнес. Мы же теперь знаем, что такое Славик. Он предпочел шантаж. Он понимал, что бизнес с Сенчиной растет. С доходами зятя росли его аппетиты. Наш Славик хотел все больше и больше. Садись. Да. Не понимаю, Сенчин все-таки был влиятельным человеком. Он ведь мог прекратить этот шантаж в любую секунду. Но Славик предусмотрел и это. Разместил ролик с записью убийства в сети и время от времени посылал кодированный сигнал. А если сигнал не поступил бы вовремя, вся информация разошлась бы в СМИ, на телевидении. Верно, верно. Но, как известно, никакой шантаж не может длиться бесконечно. И оба они это понимали. Тогда Славик решил соскочить, инсценировав свою смерть. А служба безопасности Сенчина это усекла и предприняла соответствующие корректирующие меры. Отрезли его на завод и заставили стереть информацию из сети. Вот-вот. И после этого, как ты понимаешь, судьба Славика Ларисы была предрешена, но тут появился ты. Славик был не глупый парень, надо отдать ему должное. Но у него, правда, был сбой в программе совести. Ну, а это, как мы знаем, не ремонтируется. Да. Как рука? Куча цела, а мясо нарастет. Оптимист-юморист. Толя, я давно хотел тебя спросить, помнишь, Славик перечислил на твой счет за свое якобы убийство неплохую сумму. Мысли какие-то были, как распорядиться? Я пока еще не думал. Ну, так давай, начинай. Добрый день. Привет. Не помешала? Красивая женщина не может помешать. В нашем деле. Ну, ладно, пока. Да. Руку бери. Обязательно. Пока. Ну что, в турагентство? Ты куда хотела? На Мальдивы? На Мальдивы. Ну. Давай через месяц другую. Почему? У меня же контракты, знаешь, условия. Я не могу их нарушить. Ну, сегодня-то ты отдыхаешь. Ну, часа три у меня еще есть. А потом в аэропорт клиентов встречать. Вот так всегда. Зато эти три часа наши. Остя! Молодых! Да, молодых! На счастье! Да, мальдивы, хранитель. Да! Женщик! Ваня, вспомините, ребята. Да, да! Да! Аплодисменты. Да! Молодые! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok